Буквально на днях стало известно о том, что угрозы верхушки людоедов, о том, что они могут передать ракетное оружие силам, которые не дрогнут применить его против стран Запада, на самом деле это озвучивание того, что путинцы уже делают давно и чего теперь не надо скрывать. Дело в том, что разные источники утвердительно отвечают на вопрос, передает ли Путин ракетные и, возможно, ядерные технологии КИМУ. Мало того, примерно тогда, когда Путин совершил визит в Северную Корею, которые там называют поход за яблоками и женьшенем, вооруженные силы КНДР объявили о первом испытании гиперзвуковой ракеты. Напомним, Китай не скрывал, что в своих работах по созданию противокорабельных гиперзвуковых ракетных комплексов опирается на технологии Ростей, а совсем недавно уже Иран заявил о том, что разработал свою гиперзвуковую ракету и применил ее по Израилю во время массированной атаки в апреле. А далее, практически одновременно, о наличии гиперзвукового чего-то там заявили Северная Корея и Хуситы. Одни сказали, что применили это по коммерческому судну, а другие испытали ракету, хоть и не вполне удачно. Только особо одаренные могут допустить мысль о том, что эти товарищи действительно могли разработать нечто подобное. Кремлевцы полным ходом делают то, что недавно озвучивали как угрозу. Но это не единичный случай, и если они уже что-то такое озвучивают, то тайное стало явным. А пару месяцев назад в Раша прессе циркулировала тема о возможности нанесения ударов по трансокеанской коммуникативной инфраструктуре Запада. Более того, ряд наблюдателей, отслеживающих странные движения российских судов, которые не имеют коммерческого назначения, отмечают длительные зависания над подводными кабелями. Плюс единичные инциденты со странными обрывами коммуникаций уже происходили, причем в некоторых случаях с исчезновением нескольких сотен метров, которые так и не нашли. И вот появилась информация от издания «Таймс». Североатлантический альянс выразил серьезные опасения, полагая, что Россия смогла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море. Подозрения основаны на данных компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми вышками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями. Представитель бельгийского подразделения морской безопасности Томас Д. Шпигелер, комментируя ситуацию, сказал. Саботаж на голландских или бельгийских кабелях пока не установлен, но взрывчатка обнаружена на британском в начале агрессии РФ против Украины. Это важное заявление, поскольку факт минирования был осуществлен до вторжения России в Украину, и все те сказки, которые сейчас они рассказывают о том, что подобные меры – вынужденный шаг в ответ на поддержку Украины, речи в пользу бедных. Туда же уходит и недавняя речь десноватого Медведева, который призывал вредить Западу всеми возможными средствами и не только в виде передачи оружия различным террористическим группам, которые в России уже перестали считать террористами. Медведев предложил это осуществлять путем прямых действий, направленных на дестабилизацию внутри этих стран и прямо подрывать их экономический потенциал. Проще говоря, он призвал вести открытую террористическую войну со всем Западом, и похоже на то, что эти разговоры отталкиваются не от пустого места, а с учетом того, что уже было сделано в этом направлении, причем задолго до 24 февраля 2022 года. Этот пациент никогда ничего не говорит от себя, озвучивались вещи, приготовленные теми, кто однозначно посвящен в то, что уже сделано. На самом деле, самые разные эксперты уже достаточно давно бьют тревогу и говорят о том, что благодушие Запада может вылезти боком и что прямо сейчас нужно что-то думать, а еще лучше делать. Причем эти мнения возникают не на ровном месте, а имеют под собой объективные и, что еще более важно, статистические данные. Так, бельгийское издание провело свое журналистское расследование, согласно которому более 160 российских гражданских судов совершили 945 подозрительных маневров за последние 10 лет, 749 из которых были зафиксированы в радиусе километра от трубопроводов в Северном море. Еще 72 подозрительных действия было совершено в районе нахождения кабелей электроэнергии, а остальные 124 – вокруг телекоммуникационных кабелей. А тот же представитель бельгийской службы морской безопасности Томас де Шпигелер приходит к выводам, которые из Украины выглядят не просто логичными, а единственно верными. Российские суда уже подозрительны, даже если они придерживаются стандартного маршрута, потому что каждое российское судно, даже если оно работает на частную компанию, в любом случае работает на правительство. Необычные маршруты не всегда вызывают вопросы, но подозрительно, если они проходят над трубопроводами и кабелями. И что самое интересное, здоровый алгоритм оценки угроз уже работал в отношении СССР. Тогда просто рассматривали все, что оттуда исходит, или всех граждан СССР, как шпионов или диверсантов. Собственно говоря, это было недалеко от истины. Например, ходившие в белых гражданских ливреях суда гидрографии, которые якобы измеряли длину клюва пингвинов и температуру воды в разных местах мирового океана, на самом деле никакими научными исследованиями в основной своей массе не занимались. Это были шпионские суда, и даже экипажи там были военные, носившие военную форму. И так во всем. Самолеты Аэрофлота были двойного назначения. Дипломаты почти никогда таковыми не были. И ведь это при том, что СССР еще хоть как-то, но играл по правилам. А путинцы публично отвергли практически все базовые правила и вышли из конвенции, которые подписывал еще Советский Союз. Но просто представим, что эти деятели действительно уже закончили план по минированию морских коммуникаций, кабелей связи, энергетические артерии, трубопроводы и т.д. Коллективный Запад пребывает в состоянии, когда не может или не хочет принять эту новость как реальность. Но это реальность, и если вы ее не принимаете, то значит, что живете в какой-то выдуманной реальности или во сне. А время просыпаться уже пришло. Кукареку!